Долгая дорога к полноценной жизни. Белорусские врачи провели 500-ю операцию по пересадке печени. Пациент чувствует себя хорошо и, вероятно, уже на следующей неделе отправится домой. Сегодня Беларусь входит в топ-50 стран мира в области трансплантологии по версии Всемирной организации здравоохранения. Ежегодно в нашей стране проводят около полутысячи операций по пересадке органов. Ольга Коршин продолжит. Бригада из 10 человек работает как слаженный механизм. Операция по пересадке печени длится не один час. Самая долгая заняла практически сутки. А впервые наши хирурги пересадили печень в 2008-м. В 2017-м перешагнули новый медицинский и для многих жизненно необходимый рубикон. Когда мы сделали 500, мы вошли в это своеобразное сообщество тех людей, которые эти операции делают давно, хорошо и на очень высоком уровне. Цифра 500 стала в некотором смысле решающей и для Николая. Но он связывает удачную операцию все-таки не с магией цифр, а с профессионализмом врачей. Пересадку печени провели в субботу. В тот же день пациент уже самостоятельно ходил, а сегодня и вовсе строит серьезные спортивные планы. Чувствую вообще себя изумительным. Я сам люблю бокс, поэтому боксом мы еще позанимаемся. Первая операция, которая прошла здесь 10 лет назад, длилась 12 часов. Сейчас наши хирурги справляются с жизненно важными задачами чуть ли не в три раза быстрее. Конечно, так бывает не всегда. Вот это 502 операция по пересадке печени, и наши хирурги работают с максимальной концентрацией уже не один час. Приезжают лечиться в Беларусь и иностранцы, но больше пациентов, конечно, из Беларуси. В нашей стране в год проводят около полутысячи операций по пересадке органов. То есть трансплантации проходят каждый день. Для сравнительно небольшой Беларуси, а нас примерно 9,5 миллионов, это высокий показатель. Но в пользу наших врачей еще один не менее значимый аргумент. После выписки из стационара, из нашего отделения, наверное, более 50% отказываются от группы инвалидности, хотя она им показана. Приступают к работе. Две женщины у нас имеют здоровых детей после этой операции. Но вопросы трансплантации пролегают не только в медицинской плоскости. Парламентарий готовит поправки, соответствующий закон. К примеру, в Беларуси может появиться банк органов и тканей. Мы государство открытое. Мы видим, что соседи наши тоже это делают. И вот, скажем, такой даже простой вопрос, как банк органов и тканей. Он нужен? Нужен. Но законодательно пока этот вопрос не решен. Впрочем, вопросы донорства будут решаться намного проще, когда органы для пересадки вырастут из тканей самого пациента, а получат их при помощи 3D-принтера. И в это совсем не сложно поверить, если представить, что еще 10 лет назад для нас казалось нереальной и пересадка печени. Ольга Коршун, Сергей Васюкевич, Анастасия Бут, телекомпания СТВ.